Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Муж постоянно связывается в крупные неприятности. Когда-то я общалась с родственником мужа. Я обмолвалась, что хотим открыть свой бизнес. Значит, тот категорически заявил, что моему мужу нельзя таким заниматься, потому что он наивный и его будут дурить. Дословные его слова не помню, но смысл был такой. Я мысленно возмутилась, посчитала, что это зависть говорит в человеке. Но сейчас я вспоминаю эти слова. За последние несколько месяцев мы отдали большую сумму денег, чтобы занять проблему, в которую ввязался муж. Он не игроман, не имеет никакого отношения к криминалу. С виду интеллигентный и неглупый человек. Но запросто ведется на уловки мошенников. Или совершает поступки, за которые приходится платить. Сам нарывается на неприятности. Он попался недавно на уловки мошенников дважды за короткое время. Дело закрыто, хотя его подставили. Так что он мог сесть. Я только выдохнула. Появилась возможность уехать за границу. У него там филиал фирмы, в которой он раньше работал. Работу онлайн невозможно было вести, только очное присутствие. Так вот, только я успокоилась, когда буквально на днях ситуация завершилась, и докрыл дело, как он звонит к мошенникам, имеющим косвенное отношение к определенным структурам государственным, и начинает требовать у них деньги обратно, на что они отвечают спустя сутки, чтобы готовился, а у него снова начнутся проблемы. Как? Как можно так тупить? Он обсуждал со мной этот вопрос. Я ему сказал, а выезжаешь за границу, уже там звонишь мошеннице, говоришь, чтобы привела тебе деньги, или ты звонишь куда нужно, и анонимно ее сдаешь. Пусть отдуваются. Но сейчас это делать, когда эти люди могут легко поставить палки в колеса. Как сейчас это делать? Муж как будто не понимает. Он живет в своих фантазиях. Принципиально не прислушивается к мнению других. Друзей мужчин у него нет, не считая старых сослуживцев в других городах. Я чувствую опустошенность и раздрай. В тех ситуациях я поддержала его, не стала добивать. Но после этой, когда я снова с давлением свои 30, не могу расслабиться, ожидая проблемы от системы. Господи, что это за кошмар? Как найти в себе силы переключиться? Как общаться с мужем? Что мне делать? Я мужественно пережила прошлые ситуации, но опять одно и то же, мы в долгах. Нервная система дает сбои. Я просто не знаю, как себя поддержать. Сочувствую вашей ситуации. Ситуация действительно непростая. Ситуация действительно тяжелая. Я бы даже сказал, сочувствую вашей ситуации и сочувствую вам. С другой стороны, несмотря на то, что я вам сочувствую, я все же должен сказать несколько вещей. Я думаю, что проблема заключается в надежде. То есть вы как бы надеетесь на то, что ваш муж изменится. Вы надеетесь на то, что ваш муж будет другим, что он поменяется как-то и так далее. Я думаю, что основная проблема заключается именно в этом. Вы не принимаете своего мужа таким, какой он есть. Речь не идет сейчас о том, что вы должны его принимать. В том смысле, что, ну, не хотите его принимать, не надо. Но момент заключается в том, что вы как бы и не принимаете его, и пытаетесь изменить, потому что вам кажется как-то правильно. То, что вы, например, ему говорите, или то, как вы считаете. Ну, вот, и, может быть, может быть, вы и правы. Но вы правы только для себя. Вы правы только со своей позиции. Вы правы только в своей реальности. А вот в его реальности, в его, к сожалению, нет. В его реальности ситуация выглядит совсем по-другому. Не так, как с вами. Это очень важно понять. Это вопрос личной границы. Это вопрос того, что вы, условно говоря, готовы жертвовать собой ради, ну, вот, ради мужа, да? Вот. При этом одно дело, если бы вы его, ну, поддерживали бы, да? Вот. То есть одно дело, если бы вы его поддерживали, одно дело, если бы вы как-то вот считали, ну, если бы вы считали, что он, ну, что он, там, прав, что он, там, ну, правильно делает, ну, то, что делает, да? Вот. Это одно дело. И другое дело, совсем, совсем другое дело, заключается, конечно, в том, что вы-то с ним не согласны. То есть вы как бы, ну, вы считаете по-другому, вы не согласны с его, ну, позицией, да? Да, у вас как-то вот, ну, у вас как-то своё мнение есть, понимаете? Ну, вот, у вас своё видение есть, и это, ну, нормально, что у вас оно есть. Просто вы надеетесь своего мужа как-то вот переделать. И не принимаете решения самостоятельно относительно своей жизни, к сожалению. Вот это, на мой взгляд, и является серьёзной проблемой, потому что ваш муж не изменится. Ваш муж будет таким, какой он, ну, вот, здесь, да, какой он, ну, вот, он будет таким, какой он, какой он сейчас. И неизвестно, поменяется он или нет. Будет ли он вести себя как-то, ну, по-другому или нет. А что, если нет, да? То есть вы страдаете, вы страдаете от того, что не, что человек, человек не ведёт себя так, как вы хотите. Понимаете? Ну, вот, ну, не ведёт он себя так, как вы хотите. А он и не должен, на самом деле, вести себя так, как вы хотите. Он, он ведёт себя так, как хочется ему. Ну, раз, что это или плохо, не так, не так важно. Важно, что он это делает. Вот и всё. А, и вы можете делать так же. Я бы сказал, вот, ну, в какой-то степени, я бы сказал, что ваш муж зависимый. Да, он не наркоман, да, он, там, как вы вот правильно заметили, да, он алкоголик, вот, он негроман и прочее. То есть это, да, это, ну, как бы, это, ну, это безусловно, но это не, ну, не меня, а того факта, что он зависимый. Ну, ваш муж, я имею в виду, зависимый. Он зависим просто не от чего-то такого, как бы сказать, ну, привычного. Он зависим больше от более такой, ну, непривычной истории. Понимаете, да, то есть он зависим от другого, в этом смысле слова. К сожалению, опять же, вот. И, либо вы это примите, и примите, что вот он такой прямо сейчас. Либо вы будете, ну, вот, страдать, так как вы страдаете сейчас. Да, ну, типа, если вам так хочется. То есть я понимаю, что, я понимаю, что вам, скорее всего, не хочется страдать. Вот. Ну, потому что, опять же, да, ну, никому не хочется страдать. И вы не хотите страдать. Но, вот, тем не менее, да, вы страдаете, все-таки. Ну, вот. Только потому, что, вот, не можете принять, ну, какое-то решение, да, не можете принять решение относительно того, вот, значит, ну, значит, что вам делать. Вот. Собственно, ваше вот, ну, такое вот нервное, да, переживание, скажем так, Оно связано как раз с тем, что вы беспомощны. То есть я сама решение не принимаю. Ну, как бы это, к сожалению, это история про... То, что вы не доверяете себе, и у вас, вот, нет, как бы, ну, таких, вот, личных границ, вот, между вами и мужем. Вот. Считаете вы себя с ним, по-видимому, единым целым. Вот. И это не так. Это не так. Вы не одно целое со своим мужем. Вы разные люди. Ну, и да, вам могло быть хорошо, вам могло быть лучше, да, ну, в смысле, вам вместе было хорошо. Я понимаю, что вам могло быть хорошо, но это не меняет вот того какого-то факта, что сейчас вам плохо. Вот. Вот. Поэтому... про то, как себя поддержать. На мой взгляд, то, как вы можете себя поддержать, заключается в том, чтобы принимать самостоятельные решения относительно своей жизни. То есть взять ответственность на себя за свою жизнь. И самостоятельно просто принимать это решение. Самостоятельно принимать решение относительно своей жизни. Не ждать пока человек что-то решит сам. То есть не ждать от него каких-то действий, а самостоятельно принимать решение. На мой взгляд, вы этого не делаете, то есть вы не принимаете этих решений, потому что вот как раз, ну, боитесь, боитесь, вот, не знаю, боитесь одна остаться, например, или, может быть, не уверены вы в себе, или, может быть, еще какой-то есть момент. Но так или иначе, так или иначе... Эээ... Сама по себе, на мой взгляд, да... Ээээ... Ситуация не изменится, сама по себе. Ситуация не изменится. Сама по себе, ситуация не изменится. Дело в том, что ваш муж, он может это делать, он может это делать, потому что ему так хочется, он имеет какую-то выгоду с этого. Если это люди, которые вот хотят, ну, только вот преоболевать трудности, то есть им спокойно жить, да, не нравится. То есть, ну, опять же, к этому можно по-разному относиться, понимаете, можно считать эту позицию неверной, а можно обесценивать её и говорить, и сказать, что это, ну, тупость, дурость и вообще неправильно что-то. Можно, так можно делать, это правда. Но это не меняет факта. То есть, по сути, ну, как бы вы вот реальный мир, да, не воспринимаете. То есть, вот вы говорите, что он живёт в своих фампазиях, ну, так она, по факту, получается, что не только он живёт в, ну, вот, в фампазиях своих, да, но и вы, вы тоже, вы тоже живёте в своих фампазиях в смысле того, что ждёте, что муж изменится. Вот. То есть, как бы, что это, что это как, не фантазия? Что это как не фантазия? Я не знаю, понимаете. Вот. Поэтому, я думаю, я думаю так, я думаю так вам можно ответить на вопрос, который вы вот задаёте сейчас. Поэтому вам сочувствие, конечно, то, что вы оказались вот в такой, ну, в такой ситуации непростой для себя сочувствие, но в то же время, как бы, это ваша жизнь, вы сами ответственны за неё, за то, что происходит в ней. Никто больше не ответственный, кроме вас. Поэтому, учиться надо брать ответственность. Сейчас вы находитесь в позиции жертвы, вот, ваш муж – это тот, кого надо спасать. Вот. Вы для него спаситель, для мужа. Вы его постоянно спасаете. И в этот раз вы его, скорее всего, спасёте. И всё, спасёте. То есть, вот вы сейчас ушли в такую регрессию, немножко поднакопите силу, поднакопите энергию, ну, немножко остынете, может быть, и снова всё вернётся на круги своя. Ну, скорее всего, потому что так работает система. Вы не просто так выбрали своего мужа, и не просто так у вас такая реакция идёт, и это всё не просто так. Ну, вот. Изучите, пожалуйста, вот, треугольник Гартмана. Вот. Почитайте внимательно о том, что это такое. И, я думаю, будет понятно, как-то, вот, суть, суть того, о чём я сейчас говорю. Вот. И после этого вам нужно будет на психотерапию идти, потому что самостоятельно вы из этой ситуации выйти, ну, вот, скорее всего, не сможете. Вот. Вот как-то, как-то так. То есть, у вас, вот, даже вопрос, да, вот, он такой, он про жертвы, ну, то есть, как себя поддержать? То есть, как тут себя поддерживать, если вы оказались в такой ситуации? Как себя поддерживать? То есть, ну, какие-то аффирмации используешь? То есть, типа, ну, убеждать, убеждать себя в том, что, да, ничего, да, ну, ничего страшного, как бы. И из этого, ну, выберемся, да, то есть, да, нет, да, это так, ну, не работает, не работает. Ну, вот, поэтому очень важно вам, на мой взгляд, для себя вот эти все вещи увидеть. Хотя бы. Вот. И спросить себя, примерно, следующее. А я-то чего хочу. То есть, ну, как бы, чего муж хочет, да, там, ну, плюс-минус. Плюс-минус, понятно, чего хочет муж. А я чего хочу. Вот вы говорите, да, там, ну, условно, хочу, ну, спокойствие, вы говорите, вот. Вы говорите, значит, значит, хочу, ну, хочу спокойствие, да, хочу, вот, какого-то покоя, да, хочу уверенности какой-то. Вот. Ну, вас в этом смысле можно понять. А что вы делаете для того, чтобы это спокойствие у вас было? Почему это спокойствие зависит от мужа? Вот. То есть, с одной стороны, вы можете сказать, что, ну, а как, если он мой муж, как это, вот, спокойствие, да, там, ну, грубо говоря, не может от него зависеть, да, вот, как, как это так. С одной стороны, вы можете, вы можете так сказать, конечно, вот, но, с другой стороны, ну, пока, извините, ваше спокойствие, оно зависит от вас только, больше ни от кого, оно не зависит, в принципе-то. Ну, вот, поэтому, тут такая история. То есть, очень много, очень много, по факту, очень много зависит от того, насколько вы готовы, что называется, свою жизнь, да, ну, ну, как-то вот в свои руки брать. Вот, хотите вы этого, можете ли вы это, вот, то есть, ну, вот такая какая-то история. А если, значит, ну, если стесняетесь, если боитесь, ну, вот, как-то это делать, да, ну, вот, ну, то есть, я могу как-то вот, опять же, представить, да, предположить, что вы боитесь, или что вас кто-то устанавливает, там, и так далее, ну, вот, то, опять же, с этим всем можно поработать, вот. То есть, ну, вот, какая-то вот такая история, я бы сказал, в, ну, вот, в данном случае, по крайней мере. Вот, как-то, 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 как-то так, я думаю, можно вам ответить на ваши вопросы. Надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Я хотел бы, вот, пожелать вам удачи, я хотел бы пожелать вам всего самого доброго, и я надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас в самом лучшем образом, надеюсь. Вот, надеюсь, что вы, ну, найдете из нее выход, вот, из, из, ну, из, из вашей ситуации. За обратную связь по моему ответу буду благодарен. Это позволит вам начать, начать над собой работу. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Абресец. 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 Продолжение следует...